Два фундаментальных утверждения. Это у вас должно быть записано. Первое. Так как евреи отвергли Бога, то есть Иисуса, то Бог отверг евреев. Так как евреи отвергли Бога, то есть Иисуса, то Бог отверг евреев. Это первое фундаментальное утверждение. И второе говорит о замещении, о теории замещения. И раз Израиль отвергнут Богом, то место Израиля что заняло? Церковь. И второе, что место Израиля в Божьем плане занял духовный Израиль или церковь. Я сейчас не буду углубляться в термин духовный Израиль, но я уверен, что Израиль и церковь, хотя имеют некоторые сходные черты, но это есть все-таки разные вещи. Две большие разницы, как говорят в Одессе. И оба эти утверждения не верны. Определение. Что такое антииудейская теология? Теология, которая противопоставляет церковь иудеям, называется антииудейской. Теология, которая противопоставляет церковь иудеям, называется антииудейской. Антииудейская теология возникла как ответ на избранность еврейского народа. Если мы говорим об избранности еврейского народа, то был ли еврейский народ избран навсегда? Или на какое-то время? Но если возьмем крайнюю позицию, православную церковь, московского патриархата, например. Они говорят, что Москва – Третий Рим. Получается, что так. Первоначально Иисус пришел к евреям. Евреи его что? Отвергли, да? Потом центр церкви переместился в Рим. После разрушения Рима варварами, центр церкви переместился в Константинополь. Получается, выходит, римляне не согрешили, и Бог отверг с ним тоже завет. Тогда он заключил завет с православной церковью. Но Константинополь тоже согрешил. И отверг Бог Константинополь. И теперь только Москва единственной является центром всего. И даже один наиболее ярый из отцов церкви говорил, что Россия – невеста Христа, ждет своего жениха. Скажите, в Библии написано о России? Написано. Знаете, в каком смысле написано? Что придут с Гоха и Магого, с севера, люди. И знаете, что они сделают с ними в Израиле? Трупом и будет усеяно. Так что там будут кости выкапывать, ставить вешки и забирать их. Вот это пророчество относительно России. Хорошо. Что же получается? Если Россия не будет соответствовать Божьему плану, то Бог отвергнет Россию. И опять кого-то изберет. Не знаю, зеленых человечков с Марса. Кого же ему избирать? То есть мы понимаем, что это чревата теория. Во-первых, для самих тех людей, которые создают такую теорию. Потому что отвергая то, что избрано Богом, они сами вынуждены будут когда-то быть отвергнутыми. Итак, теология, которая противоставляет церковь иудеям, называется анти-иудейская. Анти-иудейская теология возникла как ответ на избранность еврейского народа. Вы помните, что вначале церковь была единая, да? Из евреев и неевреев, верующих Ешуа. Затем, после разрушения храма, возникли трения. С одной стороны, между евреями ортодоксальными, которые посчитали евреев-христиан предателями. С другой стороны, христиане постарались из язычника отречься от евреев. Евреи же бунтари, восставали против кесаря. А мы же не такие. Правда, им это не помогло. И церковь все равно находилась в гадениях. Но вот это семя раздора было посеяно. И по-настоящему оно взошло в 325 году. Вы помните, в 313 году Константин объявил христианство законной религии. Он тогда еще не говорил, что это единственная религия Римской империи. А в 325 году был собран так называемый Никейский собор. Итак, отметьте эту дату. 325 год нашей эры. Вот есть в истории человечества такие отчетливые поворотные пункты. Водоразделы. Не будет так, история пошла бы по-другому. Не знаю, как было бы история, если бы не была принята антигудейская теология. Но, к сожалению, она была принята. В Никее обсуждали различные вопросы. В частности, орианство. Я сейчас не буду об этом останавливаться. Но были приняты определенные теологические изменения. Эти изменения были фундаментальными и долговечными. Итак, в 325 году были приняты определенные теологические изменения. Они были фундаментальными и долговечными. И, к сожалению, во многом не сохраняются и до сих пор. В той или иной степени, в разных дезинаминациях. Первое. Они состояли из семи частей. Первое. Отвержение буквального значения Писания в его контексте. Отвержение буквального значения Писания в его контексте. Если мы считали сегодня отрывок, говорится «Дочь Сиона». О ком говорится? Об Иерусалиме или о Церкви? О Церкви. Теологи христианские говорят, что это говорится о Церкви. То есть, везде, где был Израиль, они просто и оставляют Церковь. Я еще раз говорю, что есть вещи, которые относятся только к Израилю. Есть вещи, которые относятся только к народу Божьему, Церкви к Израилю. Есть вещи, которые в Новом Завете, допустим, могут относиться к Церкви. Надо различать. Надо различать. Но не все благословения Божьи и не все пророчества, которые даны Израилю, перешли на Церковь. Итак, первое. Отвержение буквального значения Писания в его контексте. Второе. Подчинение Писания авторитету духовной иерархии. Вы знаете, к чему это привело? К тому, что Слово Божье оказалось закрытым для народа. Во-первых, оно было на непонятном языке, на латинском, либо на церковно-славянском. И перевод Библии, например, на языки народов, всячески преследовался. Значит, второе. Подчинение Писания авторитету духовной иерархии. Это привело к тому, что Слово Божье, Писание, оно перестало быть доступным людям. И многие даже из самой церковной иерархии плохо знали Писание. То есть, Писание авторитету духовной иерархии. Как авторитеты эти трактуют, так и есть. В результате возникли такие отцы Церкви. Помните? И эти учения Отцов Церкви фактически заменило учения Иисуса Христа в Церкви. Третий пункт из этой теологии. Решительность в том, что церковные доктрины и практика будут противостоять иудеям. Решительность в том, что церковные доктрины и практика будут противостоять иудеям. И до сих пор я слушаю в церквях, даже в той церкви, где я бываю, говорят, вот вы знаете, евреи делали так-то, евреи делали то-то. А мне хочется встать и сказать, ну ребята, евреи же не умерли, не вымерли евреи, они и сейчас есть. Или, к примеру, зачитывают на проповеди, ну я беру из своей церкви, она не самая антисемельская. Это церковь, которая любит евреев, но которая просто традиционно уже привыкли трактовать Писание. И говорят, вот проповеди читают о субботе, еще раз читают о субботе, еще раз там, вы знаете, где-то что-то написано о воскресенье, какие-то заповеди. Ни в Новом, ни в Старом Завете нет. Возле этого делают, и все, что я говорил о субботе, это относится к воскресенью. Мы подразумеваем одно, а делаем другое. Вот это образец того. Четвертое. Установление обязательного и единообразия в практике. Установление обязательного и единообразия в практике. Вы знаете, каждая церковная деноминация, в принципе, стремится к этому. Вы знаете, особенность эта проявлялась в католической церкви. Всякое отхождение от католической церкви, от практики католической церкви. Чем костром отхождалось? Костром, инквизиции, пытками, смертью. Православие были более мягкие, в принципе, но это значит, что и православные тоже сжигали. Православные тоже сжигали. То же самое мы можем наблюдать. Я, опять-таки, не критикую. Я то, что вижу, то и говорю. Ну, вот, например, в церкви, где я нахожусь, это очень хорошая и благословенная церковь. Но молодежь не была довольна прославлением. И группа вот с пастором Курячевым организовала свою церковь. Ну, и слава Богу. Оставшиеся, собраясь и под лозунгом «Сплотимся против харизматического влияния церкви». Нужно ли это кому-то? Опять-таки, единообразие. Вот все должны поклоняться так. Все должны или хлопать в ладоши, или не хлопать в ладоши, допустим. Или стоять на вытяжку, или нельзя молиться на языках. Пожалуйста, кто хочет молиться, пусть молится. Кто не хочет, пусть не молится. Если не принято в данной деноминации молиться на языках, ну, пусть не критикуют тех, кто молится на языках. Не принято прыгать, пусть не критикуют тех, кто прыгает. То есть, опять-таки, это все создает ложность. И установление обязательного единообразия фрактики. Это мне еще напоминает, как произошел раскол, помните, старой веры. У Алексея Михайловича собиралось, Алексей Михайлович был молодым императором, и собирались там многие церковные лидеры. В частности, один из них был протопоп Аввакум, другие там еще были, и они сидели и думали, что там, старший потом патриарх Никон, которые были потом последствиями самыми лютыми врагами, и думали, к чему бы увидеть, что церковь не соответствует стандартам. Значит, почему? Оказывается, не все одинаково молятся. Одни двумя перстами крестятся, другие тревя крестятся. Сделали так, чтобы все крестились тревя перстами. Вы помните, к чему это привело, да? То, что многие люди погорели в буквальном смысле. И разобразовался раскол в православной церкви. То есть, это очень страшно, когда культура, когда традиции заменяют живое поклонение. Живое поклонение, живое общение с Богом. И вот это установление обязательного единообразия практики, это четвертый пункт. Естественно, это обязательное единообразие, оно отвергло все еврейское. Еврейские молитвы, еврейское поклонение и так далее. Пятое. Принятие государства и меча, как средство сохранения чистоты церкви. Пятое. Принятие государства и меча, как средство сохранения чистоты церкви. Крест превратился из средства победы над грехом, в средства победы над грешниками. Из общества. Государство взяло на себя карательные функции. Вы знаете, это даже привело к тому, что православие лишилось самостоятельности после Петра Первого, и Священный Синод стал всего лишь одним из министерств. Патриархия московская была упразднена при Петре Первом, и она была возобнена только в 1928 или 1930 году. До этого существовал Священный Синод, только как министерство. Министерство при бюрократии царя. Это крайний случай, который мы видим. То есть, государство приняло на себя карательные функции. И вы знаете, что и баптисты преследовались, и пятидесятники преследовались, и многие другие динаминации, староверы преследовались царским правительством очень жестоко. Дальше. Принятие меча государства вместо меча духа. Шестое. Принятие меча государства вместо меча духа. Воинственные наши какие? Плоские? Нет. Духовные. Но меч, он стал символом насильственного установления христианства. И тогда тоже евреев насильственно стали уничтожать. Кто не крестился, что с ними происходило? Их убивали. Были два великих евангелиста на Руси. Путята и Добрыня. Дебрыня крестил мечом, а Путята огнем. Так они и прославились. Вот это образец. Седьмое. Принятие государственной поддержки церкви в обмен на церковную поддержку государства. Церковь покорила свое пророческое служение государству. Принятие государственной поддержки церкви в обмен на церковную поддержку государства. Государство поддерживает церковь, церковь поддерживает государство. И все пророчества православной церкви о том, какая великая и хорошая православная Руси. Ну, опять-таки, я не критикую всю православную церковь, я критикую отдельных представителей и отдельные теории, которые, считаю, неприемлемы. Я верю, что православная церковь обязательно произведет пробуждение. Но когда Мостовский Патриархат начинает претендовать не только на киевские церкви, но и на церкви на Кубе, это меня вызывает некоторое удивление. Хорошо. Вначале эти изменения были незначительны, но потом, вследствие фальсификации, они постоянно усиливались. И это привело, вы помните, к страшным трагедиям Средневековья. Второй результат действия вот этих доктрин, неправильная доктрина, привела к неправильному слову употреблению. И даже если сейчас возьмем эту книгу, Библию, мы увидим, что там на одной стороне написано Ветхий Завет, на другой стороне написано Новый Завет. Но в действительности это же не так. Прежде всего, это Единая Библия. И то, что мы называем Ветхий Завет, это Еврейская Библия или Танах. Тора, Пророки и Писание. То, о чем говорил Ишуа. И это не есть Ветхий Завет, который надо выкинуть. Правда? Вообще, слово Ветхий мне не нравится. Англичане говорят Старый Завет, Old Testament. Хорошо, это более приемливо. У нас, получается, в одном месте только переведено Ветхий Завет. А Ветхий – это что? Это оно, что нужно выбросить. Поэтому многие христиане говорят, ну, знаете, Ветхий Завет, ну, там были правообразы. Ну, вообще, некоторые говорят, что надо изучать только Новый Завет. А Ветхий Завет для евреев, ну, это крайние позиции, безусловно. И так получается, как будто бы часть книги, Новый Завет более важен, чем часть книги, которая называется Ветхий, ненужный, обветшавший. И, стало быть, тот Завет, который надо выбросить. Прежде всего, надо сказать, что слова Ветхий Завет, Новый Завет, относятся к двум основным договорам. Правда? Если уже даже употреблять слово Ветхий. К двум основным договорам. Которые Бог заключил с кем? С Израилем. Опять-таки, некоторые говорят, что Ветхий Завет Бог заключил с кем? С Израилем. Новый Завет Бог заключил с Церковью. И некоторые до сих пор так учат. То есть, мы говорим об апологетике. Мы говорим о том, что мы должны знать. И чему мы должны научить других. И о чем должны с ними говорить. Итак, Заветы эти являются определенными соглашениями, а вовсе не обозначениями двух частей Библии. Вот эти ярлыки приводят к неверным убеждениям, что Ветхий Завет был для иудеев, Новый Завет – для Церкви. Или, что Ветхий Завет нужно интерпретировать по-другому, нежели Новый Завет. А также говорят, что Бог Ветхого Завета – это Бог Гнева. А Бог Нового Завета – это Бог Милосердия и Благодати. Есть такое мнение? Тоже абсолютно ошибочно. И все сходит из этой антииудейской теологии, которая противостоит Израиль и Церкви. Бог един. Цели его неизменны. Знаете, есть такая песня. Каким ты был, таким ты и остался. Вы знаете, что это полная цитата из Ашкинацкого-Сидурова. Вот в Сефарском этом нет. В Ашкинацком-Сидурове точно эти слова есть. И поется это тоже в мелодии. Так и говорится не о казаке лихом, а о Боге. Потому что Бог, Он неизменен. Каким ты был, таким ты и остался. И таким ты будешь вечно, там сказано. И Бог не меняется. И Бог Новый Завет дал для того, чтобы люди приняли Ешуа-Мессию как основу этого Завета. Но никакие старые законы, правда, не отменял. Потому что Заветы, оба Завета, они существуют. И оба Завета относятся к какому народу? К еврейскому народу. Какое мы можем привести доказательство, вы должны абсолютно точно это место знать. Потому что это одно из основных моментов, из основных мест мессианской теологии. Кто? Правильно. Иеремия 31 глава с 31 стиха. Иеремия 31, 31. Прошу это все записать и запомнить. Иеремия 31, 31. 31, 31. Открывайте. 770 страница стандартной Библии. Вот наступают дни, говорит Господь. Когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Итак, о чем здесь говорится? О Новом Завете. Согласны, что это говорится? О Новом Завете. И Завет этот заключается с кем? Домом Израиля и домом Иуды. Здесь не говорится о каком-то особом Завете для евреев и о Новом Завете, который будет заключен с неевреями. А этот Завет, который для дома Израиля и дома Иуды. Есть какие-то другие основания разночтения? Заменить дом Израиля и дом Иуды церковью. То есть даже не сказано с евреями, а конкретно с домом Израиля и дома Иуды. Не такой Завет, который заключил с отцами их. В тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет мы они нарушили. Хотя я стоялся в союзе с ними, говорит Господь. Здесь сказано, что тот Завет нарушил Бог, разрушил, разорвал. Нарушили люди, не соблюли люди. Но Бог не разорвал. Он не говорит, что так как они не соблюли этот Завет, я с ними этот Завет разрываю. Нет. Новый Завет – это продолжение, дополнение, исполнение, в смысле как полнота. Того, что сказано в Первом Завете. Итак, с чем же отличается этот Завет? Ну вот Завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней. После каких тех дней? После каких-то определенных дней, которые конкретно назначены Богом. Если говорится «те дни», то говорится о каком-то конкретном времени, которое назначено Богом. Я думаю, это время, когда приходит Иешуа Мессия. Да. Итак, «те дни», говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. Кто будет моим народом? Не церковь, не язычники, не греки, не русские, да? А тот же самый дом Израиля и дом Иуды. То есть евреи будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого», говорит Господь. «Потому что я прощу беззаконие их и грехов, их уже не вспомину более». Вот тут возникает интересное место. Вы знаете, оказывается, это не исполнилось. Потому что мы на каждой проповеди, каждую субботу, или христиане, и каждое воскресенье признаваем познавать Бога. Так что исполнилось это и не исполнилось. Видите, что означает познание? Познание – это означает интимные отношения. Это не просто теология, которую мы изучаем. Познал Авраам, что? Сару, да? Вы знаете, когда Дух Божий приходит в наши сердца, у нас возникают именно интимные отношения с Богом, как девесты, как жиды, по отношению к Господу. И действительно, мы стремимся, и это говорится о рожденных свыше людях. Вы знаете, что есть в церкви очень много нерожденных людей. Есть люди, которые родились и умерли, есть люди, которые просто спят. Они родились, но они не знают любви. Они не знают любви. И вот для того, чтобы эти люди пробудились, для того, чтобы они познали любовь, и для того, чтобы те, которые еще не знают Господа, вот мы и проповедуем – познайте Господа. Но я уверен, что у тех, у кого Господь в сердце, и кто не спит, а пробудился, и кто живой, он сам будет кричать другим. Познайте Господа, правда? Поэтому я считаю, что в данном случае это совершенно исполнилось, а не какое-то пророчество на дальние времена. Потому что Бог в сердце нашем. И все заповеди, которые написал Бог, они написаны прежде всего в сердце нашем. Что такое сердце? Это орган любви. И заповеди эти исходят из нашей любви к Богу. И никто не заставляет, делай так-то и так-то. Я люблю Бога. Я просто не могу делать иначе. Конечно, есть определенные причины, которые нам мешают это делать. Безусловно. Но, как говорит Павел, что хочу, не делаю, да? Но он же хочет это делать. Потому что он любит Бога. Потому что закон Божий в его сердце. Итак, говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваот, то есть Господь воинств, имя ему. О чем это говорится? О том, что Бог превыше всякого своего творения. Бог. Он все. И то, что делает Бог, никто не может отменить. Никакие уставы его. И поэтому, «Си уставы перестанут действовать передо мной, — говорил Господь, — если эти суставы перестанут действовать передо мной, — говорит Господь, — то и племя Израиля перестанет быть народом передо мною навсегда». Что получается? Пока есть солнце, пока есть небо, пока есть высшие иных, пока есть глубины, кто-нибудь спускался до центра земли, значит, время пока еще не пришло. Солнце еще не погасло. Правда? Значит, не пришло время Богу отречься от своего народа. То есть племя Израиля будет всегда. Только если это произойдет, да? Тогда племя Израиля перестанет быть народом моим. Так говорит Господь. «Если небо может быть измерено сверху, и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все время Израилю за все то, что они делали, — говорит Господь». Итак, что бы ни делали племя Израиля, Бог никогда не отвергал и не отвергнет Израиля. И в Новом Завете в Послании к Римлянам говорится то же самое. Вы помните. В Послании к Римлянам говорится то же самое. А что же касается неевреев? Что же послается неевреев? Давайте откроем то же послание к Римлянам. Откроем послание к Римлянам. Так. И найдем это место. 15 глава с 8 стиха. 201 страница Нового Завета в Стандартной Библии. «Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Итак. Помните, Ишуа, когда пришел, он что сказал? Я пришел к язычникам, я пришел ко всем народам. Я пришел только, да, погибшим дома Израиля. А остальные из милости вошли в этот завет. Ишуа пришел для того, чтобы исполнить обещанное Отцам. Отметьте это место. Римлянам, 15 глава, 8-9 стих. А остальные из милости. Кстати, есть в Библии, где неправильно переведено, и вот это вот затушевано. Но это уже комментарий переводчиков. Почему же язычники будут славить Бога? Почему же они будут радоваться больше, чем евреи? Вот я обещал, да? Я обещал Владе 100 долларов. И дал 100 долларов. Обещал. Ну, она довольна, конечно, но она знает, что я обещал. Я на это три года ждала, как говорится в Писании. А потом я вижу Гену, и мне становится жалко его. Я ему еще даже на 100 долларов. Что получается? Кто будет больше радоваться? Конечно, потому что не обещали и получили. Вот в чем причина, почему язычники больше славят Господа. Потому что они особо рады. Особо рады. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его. Аллилуйя. И это прекрасно. И это прекрасно. И так мы видим, что нету двух заветов для двух разных народов. Нету одного хорошего завета, другого плохого завета. И нету других каких-то толкований, кроме того, что говорит Господь. Кроме того, у нас часто неправильно возникает такое мнение перевода. Язычники. Язычники, народы, варвары и так далее. Все это ГАИМ. То есть не евреи. Знаете, что у нас нету сейчас язычников, правда? Нет? Кто-то поклоняется Перуну. Ну, есть отдельные люди на Украине, которые с ума сходят и делают так. Но в основной массе язычников на Украине нет. Да? Но ГАИМ на Украине больше, чем евреев, правда? Поэтому, когда говорят язычники, а если по-ашкинасу, можно сказать ГАИМ. Если по-сифарски, можно сказать ГАИМ. И так, и так ударение будет правильным. И так мы видим, что язычников больше, да? Хотя они не язычники. Правильно ли говорить ГАИМ? А слово ГАИМ переводится и как язычники, и как народы. Как народы. Коль ГАИМ все народы восславят Господа. И неудачный такой перевод затрудняет для считающих понимание природы и напряженности конфликта в ранней церкви по поводу того, как ГАИМ могли спустись. Помните, деяние 15 глава говорит о том, что нужно делать язычникам, чтобы стать частью народа Божьего. А теперь говорят, что надо делать евреям, чтобы стать частью духовного Израиля, народа Божьего, да? То есть проблема совершенно противоположная. Кроме того, большая ошибка, то, что в русской Библии перевод идет с септуагинты, то есть с греческой Библии. Греки, вы помните, они не произносят некоторых... Си-ши-ши-ши, вот эти жжи, они не произносят. Поэтому Ешуа стал Иисусом. Но его не Джезус, не Езус, не Иисус, да? А Ешуа имя. Мать его Мирьям. И так далее. Апостолы, некоторые имели греческие имена, некоторые имели еврейские имена. Павел, например, имел и римское имя, и еврейское. Но почему-то апостолы все стали греками. Мария тоже стала чуть ли не гречанкой, да? И так далее. И вот это создается такое ощущение, как будто бы это греческий завет написан на греческом языке. И написан был греками. И вообще там где-то евреи там служат фоном. В основном они бегают там, мучают Иисуса разными ненужными вопросами, судят его и всячески над ним издеваются. Это совершенно не так. Некоторые говорят, что Новый Завет антисемитский. Новый Завет не больше антисемитский, чем первые пять глав, например, Исаии. Почитайте, что в первой и втором главе пишет Исаия про Израиль. Если это в какой-то антисемитской газете опубликовать, они скажут, аллилуйя, ура, так они такие евреи и есть. Помните? Но это не значит, что Бог отверг Израиля. Абсолютно не означает. Итак, мы приводим еще к следующему выводу. Это все мы продолжаем антивидейскую теологию. К вопросу, отвергли Бог свой народ. Это для нас очень важно. Конец, да? Хорошо. Итак, Римлянам спрашивает послание Римлянам в 11 главе. Мы переходим к 11 главе Римлянам. Это для нас очень важно. Тоже отметим, что Иеремия 31, 31 и послание к Римлянам – это является моментом важным для нашей теологии. Не антиевердейской, а мессианской еврейской теологии. Итак, ключевое – это Римлянам 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ? Никак. Ибо я, израильтянин, от семени Авраама из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Видите? И очень интересно дается учение, как говорится, учение о маслине. Это пророческое учение. Потому что в то время еще были только отдельные тенденции к этому. Но, помните, говорится о каком-то святом корне маслины. Корень маслины свят, да? Корень маслины был свят. Но на маслине оказались ветви, которые отломились, и ветви, которые были привиты. Те ветви, которые отломились, они отломились, что? Из-за неверия. Те ветви, которые были привиты, они возгордились над теми ветвями, которые отломились. И что происходит? Значит, если же некоторые из ветвей, 17 стих, отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но что? Бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь, благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты тоже будешь отсечен. Но те, которые были отсечены, что дальше с ним делает Бог? Привьет. Ибо если ты был отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привьешься к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Видите, интересно? Веты отломились, а ты привился. Некоторые евреи не приняли Ишуа. Некоторые приняли. Те, которые приняли Ишуа, естественно, они стали основанием для церкви. Но потом случилось так, что церковь исключила всех евреев. Исключила. И, в общем-то, до начала XX века, или даже до середины XX века, ну, римляне, скажите, миллионы людей читали 11 главу римлян, правда? И кому-то это открывалось? Нет. Они это относили к тем людям, которые были сначала с церковью, с Богом, опять-таки, перенос из Израиля на церковь и так далее. Но здесь говорится конкретно о каких видах? Об Израиле. Почему же произошел этот процесс? Кому это было выгодно и кто виноват? Как вы думаете? Вот. Я думаю, почему же, я хотел сказать, ветви отломились. Да? Кому это было выгодно и кто был виноват? Знаете, оказывается, кто был виноват? Бог был виноват. А выгодно это оказалось язычникам. Потому что Бог проявил свою милость язычникам, наказав свой народ евреев. Не отверг, но наказав. Почему же? Какая же цель всего? Ибо если отвержение их, кого? Евреев. Применение мира. То что же будет принятие, как не жизнь из мертвых? Значит, какое-то время происходит принятие, которое является особой. И жизнь из мертвых. Помните, выступал из Израиля с проповедью о Исаии в шестой главе. Я размышлял над этими словами. Давайте откроем шестую главу Исаии. Там, помните, говорится, что Исаия после смерти Озии был в шоке. Потому что Озия был хороший царь. Озия. Это был хороший царь. И вдруг происходит нечто странное. Он оказывается прямо у престола Божьего. И говорит, видя Господа, что я человек с нечистыми руками, устами, и нахожусь среди народа. С нечистыми устами. Тогда очищает уста Божьи. Бог очищает своим углем жертвенька уста Исаии. И что Исаия говорит? Вот я, пошли меня. Да. Генени шелехни. Вот я, пошли меня. И помните, это хорошая проповедь. Тема проповеди для того, чтобы ответить на призыв Божий. Но дальше этот товарищ из Израиля цитирует. «Огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. И не обратятся, чтобы я исцелил их». Кстати, между прочим, Ишуа цитирует именно эти строки. Помните? Что же получается? Здесь получается так, что если огрубело сердце народа, то они не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся. Но в оригинале там действительно написано, что я сделаю так, что они не увидят, я сделаю так, что они не услышат, и я сделаю так, что они не обратятся. Помните, как сказано, что Бог ожесточил сердце фараона, да? И что же получается? Бог ожесточает сердце Израиля. Но навсегда ли это делается? Нет. Я вам скажу, что те, кто были открыты, да? Те, кто были открыты Богу, они были открыты Богу. Но те были по отношению к жестоким Богу. Просто Бог что значит ожесточает? Это не значит, что Он специально делает, лишает человека разума, лишает ему возможности понять. Это просто Он оставляет человека в покое. На какое-то время. Оставляет человека в покое, предаваться тем безумствам, к которым он привык. Помните, если мы дети Божьи, мы доказываемся Богом. Если мы не дети Божьи, Бог оставляет нас. Но Бог Израиль не оставил. Это есть такое понятие, как сокрытие лица Бога. И этого, в святой армии, придерживаются ортодоксальные иудеи. Кто-то слышал об этом? Что Бог на время скрывает свое лицо. Вот это ожесточение произошло только потому, что Бог на время скрыл лицо свое от Израиля. И сказал я, долго ли Господи? Он сказал, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля это совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. Там в проповеди товарищ поставил точку. Давайте прочтем еще дальше. Интересно, да? Если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от Терефинфа и как от Дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое имя будет корнем его. Святой корень. Правда, это образ 11 главы римлянам? Еще интересно говорится, что не только удалит Господь людей, великое запустение будет, а что? Возвращается десятая часть людей. Но после этого она опять будет разорена. Значит, это пророчество не относится к возврату из Лавенонского пленения. Действительно, из Лавенонского пленения не все евреи вышли. Большая часть евреев, как раз, наверное, 90% остались и там. И только десятая часть пришла. И что, и земля опять она была разорена. А дальше говорится о прямой сноске на 11 главу римлянам. Прямо святой корень и сноска на 11 главу римлянам. Опять переходим к 11 главе римлянам. Раз об этом говорит Бог. Значит, это особенно важно. Итак, кто сделал это? Кто виноват? Бог. Но кому от этого выгода? Не евреям. Чтобы они прославили Господа. На какое-то время Бог скрыл свое лицо. Но Бог свое лицо откроет. Почему? Потому что если отвержение их применения мира, то что будет принятие? Как не жизнь из мертвых? И есть такое очень интересное спорное место. Я уже об этом говорил, но на этом занятии мы повторим. Это 25 стих 11 главы римлян. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». Дальше смотрите. «До времени» что выражено? К курсивом. «Пока не войдет полное», а что число? Тоже к курсивом. Значит, слова «времени» и слова «число» нету в оригинале. Это комментарии переводчика. Поэтому существует такое учение, что да, вот должно войти полное число язычников. Это я так даже цитирую слова, как меня самого учили, я так учил. Потом дверь язычникам закроется и начнется спасение евреям. Это величайшая ложь. Это величайшая ложь. Потому что здесь об этом не говорится. Здесь говорится о чем-то, что когда произойдет что-то полное, и тогда будет что? Спасение для евреев. Но не говорится о числе. Помните, Давид Шнайер вам говорил? Вот сидит, Бог их считает. Столько-то, столько-то, столько-то язычников. Спаслось? Ага. О! Миллиард, миллион, миллион такой-то. Первый? Все. Порядок. Теперь я язычникам дверь закрываю и начинаю спасать евреев. Абсурд. Наоборот, спасение одного еврея будет служить спасению многих язычников. И мы будем видеть это. И мы будем видеть это реально. То есть происходит какое-то восстановление до какой-то полноты. Но затем язычники не могут создать абсолютную полноту. Такую, которую хочет Бог. Абсолютная полнота возможна только когда в церкви будут евреи. И тогда евреи приходят в церковь. И тогда Господь снова открывает свое лицо. И Господь снова открывает свое лицо. Так. Исайя, 54-я глава. 725-я страница. Стандартной Библии. Исайя, 54-я глава. Так, давайте с 4-го стиха. Не бойся, ибо не будешь постыжен. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посравление юности своей. И не будешь больше воспоминать об и славе дотства твоего. Здесь говорится в этой главе об Израиле. И Израиль здесь представляется в виде женщины, которую Бог выбрал себе в жены, себе в невесты. Ибо твой Творец есть супруг твой. Господь Савод имя его и искупитель твой. Святой Израилев. Богом всей земли назовется Он. Поскольку здесь Бог представляет себя как святой Израилев. Говорится ли здесь о духовном Израиле? О церкви? Здесь говорится конкретно об Израиле. Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает себя Господь. И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое число, отметьте седьмой стих, я оставил тебя. Но с великой милостью воспряму тебя. В жару гнева, что сделал? Я сокрыл. Вот эта теория сокрытия, она основывается на этом стихе. Лицо мое на время. Но вечной милостью побилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. И дальше десятый стих. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит. От тебя и завет мира моего не поколеблются, говорит милующий тебя Господь. Бедная бросаемая бурей. Коплот, например, цитирует это по отношению к церкви, если вы замечаете. Но здесь опять-таки говорится о ком? Об Израиле, который представлен как женщина. Как невеста святого какого? Израилева. Или жена святого Израиля. Бедная бросаемая бурей. Безутешная. Дальше интересно. Вот положу камни твои на рубине и сделаю основание твоей сапира. И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужек. У женщины есть окна? Но есть у города окна. У Иерусалима. Опять-таки Иерусалим женского рода. Здесь уже говорится об Израиле и тут же об Иерусалиле. Сердце Израиля. Сделаю окна твои из рубинов, ворота твои из жемчугов и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом. Будут научены Господом. Иеремия 31. Помните? И великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения. Ибо тебе бояться нечего. И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. И кто бы не вооружился против тебя, падет. Пропуская один стих, семнадцатый стих. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. А это уже к нам. На теме апологетика. Кто будет состязаться с нами на суде, то Господь откроет ему. И есть это наследие рабов Господа. Это наше наследие. Это наше наследие. И оправдание их от меня, говорит Господь. Как это чудесно. Как это великолепно. Ну просто, просто действительно замечательно. Хорошо. Не пора ли нам делать перерыв? Простите, в Саше. Хорошо. Итак, мы видим, что ожесточение происходит отчасти. До какого-то момента, когда происходит восстановление. И когда происходит это восстановление, что будет нечто удивительное. Ибо их отвержение и привиление мира, это что будет принято, как не жизнь из мертвых. И я хочу закончить вот этот подзаголовок, под тему великим пророчеством Вурбранта. Помните Вурбрант? Христос на еврейской улице. Он в своей книге писал так. Что касается христианской церкви, мы все еще живем в доисторические времена. Различные конфессии, то есть вот эти частички пазла, которые борются еще друг с другом. Это всего лишь части каркаса того гордого и величественного здания, которым еще предстоит быть возведенным. Евреи, обращенные к Иисусу, призваны дать миру жизнь и спасение неевреев. Что есть такое спасение? Как жизнь мертвых. То есть спасение каждого еврея, это будет вызывать спасение тысячи миллионов неевреев. Это жизнь из мертвых. Спасение неевреев, давших то, что они сумели дать. Помните? Пробудить в евреях ревность к своему Богу. То есть задача язычников неевреев – пробудить ревность к своему Богу. Ибо именно евреи, призванные и одарены Богом, способны свидать истинное внутреннее содержание христианской церкви. Вот она будет полнота. Потому что до какой-то времени доходит, пока язычники могли создать полноту. Но евреи создают особую полноту. И не смотрите на то, какова эта церковь сейчас, но представьте себе, какой она будет, когда евреи, которых она ждет, станут христианами и придут ей нравственную красоту. Тогда станет единой и будет излучать любовь. Аллилуйя! Амин!